здравствуйте друзья у нас сегодня как бы юбилейные такое видео и мы поедем может быть чуть-чуть другим маршрутом как бы отметить это дело вы видите таблички вот указатели дорожные до слева там улице вы обратите внимание мы говорили об этом но вот они зеленые мы сегодня пока до офиса доберемся они будут трех разных цветов значит так это я к слову просто такая затравочка зеленые потому что мы едем по городу санивэл когда вы дальше по ходу дела там под мостом проедем и окажемся в городе лос-алтас они станут коричневыми вот вы видите но не суть получается что у нас видео с точки зрения нумерации сегодня четырехтысячная как бы юбилейный но дело в том что у нас довольно много видео не нумерованных и вот это видео будет в общей нумерации будет пять тысяч одиннадцатым еще есть там какое-то количество ну может быть совсем небольшое таких видео которые не не в общем доступе там но вот все вместе это будет пять тысяч одиннадцатые видео у нас вообще как бы набежала целая вереница всяких таких юбилеев круглых дат значит вот четырехтысячное видео по нумерации пять пять тысяч видео в целом сто тысяч у нас там но в течение но если не месяц там пяти недель у нас будет сто тысяч подписчиков у нас приближается тридцать миллионов просмотров на канале ну то есть у нас много таких замечательных круглых дат если кто интересуется круглыми датами так принципе когда желание есть всегда какая-то дата найдется и я подумал что мы не будем делать такой юбилейный четырехтысячный номер выпуск посвященный какой-то простой теме сделаем его посвящен вот теме всяких дат ютюбу вам тем кто смотрит наш канал так и вот на эту тему поговорим значит буквально там пару дней назад я сделал видео где рассказывал о том что мы меняем отношение к вот этой линии ответов на вопросы потому что у нас канал когда как-то превратился вот в такую значит линию вопросов и ответов и мы так возвращаемся к более такому планированному и взрослому каналу но вчера утром я просыпаюсь значит а я знаю что у нас уже 98 тысяч подписчиков там 98 тысяч 30 ну там что-то 030 и так что-то я смотрю думаю странно куда-то две сотни делись и думаю неужели две сотни так расстроились что вот тут же и отписались еду это странно очень такого я не припомню чтобы уже вот так прямо вот и собственно и тем так повода особо нет ну ладно думаю ну всякое бывает всякое бывает пришел в офис ну так я занят был урок вел вчера новая группа началась у нас я провел новую группа это значит с 10 до 3 там значит ведешь уроки потом пока в себя еще придешь тоже плюс там люди заходят подходят но не суть значит и уже домой я пришел пришел домой и пошел на канал там посмотреть как бы свои какие-то такие модераторские обязанности смотрю учета накидала мне много десятков на модерацию там значит есть есть там пара фолдеров куда youtube скидывает либо в силу того что там ссылки даются в youtube ссылки не пропускает либо в силу того что там слова какие-нибудь как запрещенные нашим так сказать фильтром ну вот в общем смотрю там много много десятков в одном 80 другом там 60 я думаю что такое ну вот иду смотреть и там у них такая классификация называется bad words плохие слова и они туда накидали так за последние пару лет комментариев которые ну ну эти вот же пару лет комментарий на канале там где-то висит вот они его туда на модерацию вид ну типа хочешь ли ты его действительно оставить или хочешь удалить потому что в нем есть какие-то bad words и я два что там за bad words я читаю один за другим ну там народ может быть немножко раздражен но там как-то обменивается но ничего такого там нет чтобы было за пределами ну таких базовых приличий значит тут я понимаю что они применили какой-то новый фильтр какие-то настройки там у себя сделали и чет такое прогнали и наверное какое-то количество аккаунтов они просто позакрывали людям которые всякие слова нехорошие говорят вот мы с вами въехали в лос-салтас между прочим и вот коричневый видите тут только что было у меня слева фон лив и вот справа тоже вот они табличечки вот вы видите они теперь коричневые то есть по табличке можно сказать в каком вы городе вот я к этому клоню когда мы приедем в маунтинью они будут синие там где наш ну там к офису будем приближаться мы мы проедем через маунтинью в какой-то момент вот значит что дальше но я не знаю точно быть почему потому что статистика запаздывается где нибудь на 2 иногда на три дня то есть чтобы увидеть с каких видео люди отписывающих каких видео люди отписались или может быть это не они не с видео отписались а по каким-то там причинам в частности есть статистика по закрытию каналов то есть вы видите что вот допустим в такой-то день было закрыто столько-то каналов которые на вас подписаны вот поэтому я думаю завтра может быть сегодня еще нету я посмотрел а вот может быть завтра мы тогда увидим что же такое произошло то я теперь стал подозревать что закрылось много аккаунтов так что две десятых процента наших подписчиков потеряли видимо свои значит аккаунты что на самом деле очень небольшое количество а может быть вы в комментариях расскажите если у вас какой-то такой опыт вот тут есть да 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 продолжаем ехать прямо продолжаем ехать прямо лос-алтес у нас есть фильм про лос-алтес который неожиданно большой трафик со временем приобрел ну то есть там просто мы со света и ходим по по городу и так снимаем по такой полусельской местности и там уже тысяч двадцать просмотров но это правда он там приличное время висит но такой вроде безобидный сюжет вот так что если будет интересно про лос-алтес у нас есть прямо вот напишите лос-алтес там есть прогулка по лос-алтес называется насколько я помню это самый дорогой город в соединенных штатах по стоимости домов а таких наиболее типовых таких домов где три из спальни два туалета значит если брать по стоимости этих домов то лос-алтес самый дорогой город страны так пойдем к мы вот сюда направо пойдем так заодно и в маунтин юг пойдем вот она одноэтажная это америка тут что-то асфальт весь какой-то золотанный неожиданное такое место так вот 4000 видео 5000 видео я хочу сказать что это при все условности там статистики это все равно как-то впечатляет и я хочу сказать что-то как бы наш такая общая но не победа наше общее достижение потому что я с одной стороны конечно там а вы с другой тоже все-таки смотри кто-то уже смотрит это все поэтому это же ваши 30 миллионов просмотров это же не я сам вот я трафиков не покупаю ничего такого ой неожиданно ух ты мама родная видали что бывает стоп такой из кустов торчал неожиданно я его не сразу заметил но ничё мы справились вот эта камера немножко на на подставочке ушла вперед поэтому могло показаться что что-то произошло нет все нормально все нормально да возвращаюсь так сказать к теме все-таки это как бы наше совместное такое действие поэтому я вот в этом видео а я могу надо камеру на себя уже перевернуть нет вот тенечек такой а то я так как-то с вами разговариваю а мы друг друга не видим вот и я хочу как бы нас все вместе и поздравить и вас поблагодарить за то что вы с нашим каналом за то что вы смотрите как-то за лояльность как у нас тут говорят и я я со своей стороны как бы обещаю что мы и дальше будем подбрасывать мы сейчас со светлой очень активно соображаем что-то что там у нас будет дальше на канале я могу сказать что сегодня вечером у нас будет запись с Михаилом Бородянским в скайпе мы запишем я знаю что не все не все как бы на него позитивно реагируют хотя очень многие реагируют хорошо у него там был случай интересный там была женщина с нашего канала которая хотела грин карту выиграть и вот обратилась к нему с точки зрения управления событиями жизни как-то ее значит сориентировать вот можно ли что-то сделать чтобы выиграть грин карту она уже несколько раз играла у нее не получалось но вот они поработали и выигралась грин карта вот так что светлана говорит ему так вы тогда расскажите всем остальным как что надо делать чтобы грин карта выигралась поэтому я надеюсь вам понравится сюжет что еще сказать я уже набросал себе наверное вчера как раз сидел вечером где-то штук 70 таких тем философских поговорить значит на тему а поговорить там и про зону комфорта мы вернемся к этой теме и про семью и про такие высокие материи поговорим а что действительно что мы так это виза туда виза сюда я надеюсь только что знаете что мы когда будем о высоком то у вас и вопросы будут не о визах там а о высоком я думаю почему у нас все вопросы про визы наверное потому что мы много рассказываем на эту тему поэтому люди воспринимают что так что вот это и есть те вопросы которые важны вот мы не то что против вопросов про визы но вы сами понимаете что я не визовый человек мы позовем кого надо когда до виз дойдет безусловно периодически мы это будем делать как и раньше вот так что о будущем о будущем канала значит мы сейчас так сидим и соображаем кого еще позвать то есть мы хотим чтобы у нас были такие интересные люди поговорить и об успехе об о мотивации хорошей откуда взяться мотивации о целеполагании о том как прорваться в жизни когда вот не все удачно складывается то есть мы мы сейчас ищем людей которых можно было бы позвать и чтобы они поговорили и если кстати вы кого-то знаете то мы очень признательны будем за рекомендации это лучше если рекомендации то лучше в личку писать не в комментариях потому что если вы там еще ссылку захотите дать там или что-то то в комментариях там вы просто не пропустим вот а в личку вы можете написать и я увижу да мне уже человек добрый десяток вопросов там может даже два десятка не я не считал накидал очень неплохих для разговоров разных тем таких об иммиграции может быть но не не на уровне как как визу получить а на уровне о том как люди адаптируются я думаю что даже вот наша школа это хороший материал для того чтобы увидеть людей которые в состоянии в процессе изменения своей жизни вот они как-то вот на изломе на переломе судьбы понимаете на в какой-то такой в каком-то переходном таком процессе поэтому когда мы говорим там об успехе еще о чем-то то интересно посмотреть на людей которые преодолевают что-то как они преодолевают откуда силы берут так что я думаю что вот в этом плане мы очень интересно спозиционированы у нас вокруг много людей с которым можно так поболтать между делом вот они тут вокруг нас в большом количестве ходят я попробую еще тоже кого-то из наших бывших выпускников которые раньше вот мы с ними сюжеты снимали но они знаете они ну как-то сняли они нашли работу куда-то делись и их больше не видят я могу конечно в принципе там позвонить пригласить и думаю что многие согласятся поэтому если у вас есть какие-то конкретные пожелания там вот хочу снова увидеть там кого-то ну я знаю у нас Танечка из Донецка вот все хотят увидеть Танечку из Донецка мы с ней поговорим вот ну а там может а еще у нас есть Миша Миша Осетин у нас есть он кстати работает вот в той самой компании где я был пару дней назад Grid Dynamics он у них как раз там и работает сейчас кстати там же работает бакинец Геня Ширин который вот у нас тоже был на канале несколько дней назад вот он тоже там же работает я его там встретил в передоре наткнулся так мы обменялись рукопожатиями вот такие может быть мысли в общем у нас много чего нового будет безусловно не потому что там 100 тысяч или там 200 или 500 а потому что внутренняя логика развития этого всего она к этому привела внутреннее не от количества не от количества просто что-то такое какая-то пружинка внутри перестала работать значит надо другую найти вот мы сейчас ее и ищем так что друзья я добравшись до места всех нас вас себя поздравляю с 4000 видео 5000 видео почти 30 миллионными там количеством просмотров и так далее вот со всеми юбилеями сразу и поздравляю и как бы хочу сказать что жизнь продолжается и основное все еще впереди счастливо а м м м Субтитры подогнал «Симон»